Приветствую на своем канале. Сегодня будет обзорчик одного интересного устройства. Это мини-проектор из Китая. Заказал я его в интернет-магазине JUM. Параметрами я вам скажу, он не блещет. Производитель заявляет картинку до 60 дюймов. Посмотрим, насколько это будет соответствовать действительности. Сила светопотока здесь 48 люминов, что не очень много. Ну как для такого устройства за такие деньги пойдет. Вот. Кроме того, здесь есть входы аудио-видео обычный. Можно подключать USB накопитель, просматривать фильмы, слушать музычку. А также подключать устройство с HDMI выходом. Самое главное преимущество такого проектора в том, что здесь светодиодная лампа. Обещается ресурс работы до 20 тысяч часов. Конечно, вряд ли это Китачи настолько прослужит. Но за такие деньги бюджетненько решить проектор я считаю вполне возможно. Поэтому смотрим, что внутри и смотрим, как оно работает. Итак, комплектация. Мануал. Мануал у нас на двух языках. Это китайский и английский с другой стороны. Далее блок питания. Блок питания 12 вольт 2 ампера. Однако вилочка американская. Ну, по большому счету это не такая большая проблема. В любом строительном магазине можно купить этот переходник. Он стоит около 10 гривен. Далее шнурок джек 3.5 на РЦА для подключения к аналоговым устройствам. Пульт управления. Пульт управления работает от двух батареек формата 3А. Батарейки в комплекте, как и переходник на европейскую вилку, к сожалению, не идёт. Но это всё мелочи жизни. Это всё докупается. И сам проектор. Смотрим. Сам проектор небольшой. Размером примерно 12 на 12 сантиметров. На передней панели есть кнопочки управления меню. Enter влево-вправо, Input Escape. Сбоку слева есть USB-разъем для подключения USB-накопителя. Есть разъем аудио-видео входа, джек для подключения устройств с аналоговым видеовыходом. Есть слот для подключения SD-карточки. На задней панели находится окошко инфракрасного приёмника для управления пультом дистанционного управления. Потом VGA-вход для подключения системного блока или ноутбука. И HDMI-вход для подключения устройств с HDMI-выходом. На боковой правой панели находится разъём для подключения наушников, а также разъём для подключения блока питания. Снизу никаких разъёмов нет. Снизу есть резьбовое отверстие для установки этого проектора на кронштейн. Линза проектора закрыта колпачком. А сама линза очень красивая. Осталось посмотреть, как это всё работает. Итак, я включил проектор. Конечно, после того, как у меня был AlphaWise, который показывает разрешение Full HD и светит световым потоком 2000 люминов, этот, конечно, проигрывает. Ну, в принципе, разобрать можно. Можно ускорять воспроизведение. 32 раза. Переключать на следующий файл. Останавливать. Можно увеличивать картинку. Уменьшать. Конечно, по сравнению с серьёзным профессиональным проектором достаточно уныло, но как за такие деньги, очень даже не сего. Сейчас проектор находится на расстоянии 5 метров от экрана. Размер изображения соответствует 60-дюймовому телевизору. Зерно стало гораздо заметнее, уже видно квадратики, видно пиксели хорошо. Но, тем не менее, смотреть можно. Как для проектора карманного, временного, посмотреть где-то в дороге, в гостях вполне даже пойдёт. Конечно, для серьёзного просмотра, для домашнего, конечно, слабовато. На этом всё. Если вам видео было полезным, если оно вам помогло, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также подписывайтесь на мой аккаунт в приложении Zoom. И все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!